Тайна и важность рождения свыше Я не знаю, почему в моей жизни так произошло, что за свою жизнь я не помню Я пытался вспомнить, когда я слушал проповедь именно на вот эту тему рождения свыше Я не вспомнил Вы знаете, что долгое время я, как христианин, даже не знал, недооценивал, не понимал важность вот этой темы Вот этого понятия, что такое родиться свыше Возможно, есть люди в зале, которые сегодня слушают или смотрят нас Они также не знают или не понимают до конца, что это вообще значит, рождение свыше Я этим, наверное, как-то не интересовался до конца, не понимал И несмотря на то, что я ходил долго в церковь, если бы меня спросили Скажи мне вот сейчас, что такое рождение свыше Я бы, наверное, не смог бы ответить Хотел бы с этим вопросом прийти сегодня ко всем людям, особенно которые ходят давно в церковь Сможете ли вы объяснить очень коротко и понятно Для любого человека, который не знает Библию, не знает Бога Для не церковных, не религиозных людей Что такое рождение свыше? Сегодня мы с вами поговорим об этой теме И причина, почему мы будем изучать эту тему Или почему стоит изучать эту тему Это потому что, это next slide Потому что это одна из фундаментальных, важных христианских доктрин Я повторяю, одна из фундаментально важных теологических доктрин Любого христианина, который верит в Иисуса Христа И часто, возможно, мы не придаем этому достаточно внимания или значения Но здесь понимание вот этого процесса Который называется рождение свыше И быть рожденным свыше От этого зависит твое спасение И мое спасение Вот настолько это важно Настолько это высоко Стоит, что если мы не рождены свыше Мы об этом будем читать из Библии То на весы встает наше спасение Многие люди, которые посещают церковь Я думаю, у некоторых из вас возникал вопрос А вообще он или она рожденный свыше человека? Он возрожденный человек или нет? Из этого мы можем делать вывод, что Можно посещать церковь Называть себя верующим, но при этом не быть Рожденным свыше человеком Или даже еще больше скажу Не знать, что это такое И не осознавать важности этого процесса Если вы думаете, что вы уже хорошо знаете И понимаете, что такое рождение свыше И у вас с этим проблем и вопросов нет То я вас просил бы не отключайтесь Потому что рождение свыше связано с верой А о вере вашей Написано в Библии так 2 Коринфянам 13 глава 5 стих Испытывайте самих себя В вере ли вы Самих себя исследуете Или вы не знаете самих себя Что Иисус Христос в вас Разве только вы не то Чем должны быть Оказывается, вы должны кем-то быть Чем-то, кем-то стать Но возможно, что мы этим никогда не стали Вот почему Библия пишет Испытывайте ли анализируйте себя В вере ли вы Итак, мы сейчас прочитаем с вами Один очень длинный Местописание, которое записано Иоанна 3 глава С 1 стиха по 10 стих Здесь описывается история Именно по нашей теме Рождение свыше Иоанна 3 глава С 1 по 10 стих Между фарисеями был Некто именем Некадим Один из начальников иудейских Он пришел к Иисусу ночью И сказал ему Рави, мы знаем, что ты Учитель, пришедший от Бога Ибо таких чудес, как ты творишь Никто не может творить Если не будет с ним Бог Иисус сказал ему в ответ Истина, истина, говорю тебе Если кто не родится свыше Не может Увидеть Царствие Божие Никодим говорит ему Как может человек Будучи стар Неужели он Как может человек родиться Будучи стар Неужели может он в другой раз Войти в утробу матери своей И родиться Иисус отвечал Истина, истина, говорю тебе Если кто не родится от воды И от духа Не может Войти В Царствие Божие Кто не родится от воды И духа Не может Войти В Царствие Божие Рожденный от плоти Есть плоть Рожденный от духа Есть дух Не удивляйся тому Что я сказал тебе Должно Вам Родиться свыше Дух Дышит где хочет И голос его слышишь А не знаешь Откуда приходит И куда уходит Так бывает Со всяким Рожденным От духа Никодим Сказал ему в ответ Как это может быть Иисус отвечал И сказал ему Ты Учитель Израилев И не знаешь этого Итак Давайте рассмотрим Историю Никодима И контекст Событий В которых происходит Эта дискуссия Между Иисусом Христом И Никодимом Никодим Это греческое имя Нико означает Победитель Викториес И демос Означает народ Или люди То есть победитель Или завоеватель народов Никодим Он был Одним из Учителей Next slide Учителей Израилевых Он был Также членом Синедриона И он был Фарисей Вы знаете Что Фарисеи Они отличались Тем Что они Особое Придавали значение Исполнению Божьего Закона Или Божьих Заповедей Фарисей Означает Отделенный Чаще всего Они себя отделяли От язычников И интересно узнать В Библии Встречается Два таких Может быть Сложных слова Фарисеи И Саддукеи Знаете ли вы Разницу Между фарисеями И Саддукеями Вообще Фарисеи Это группа Религиозная группа В английской Библии Называется даже Сект Или секта Религиозное общество Которое Отличалось Или Старалось Сильно Буквально Исполнять Закон И Отличие Фарисеев От Саддукеев Заключалось В трех Главных Моментах Первое Что Саддукеи Они не верили В воскресение Мертвых Фарисеи Верили Второе Саддукеи Они не верили В жизнь После смерти Вечное существование Души Фарисеи Они верили В загробную Жизнь И третье Это то Что Саддукеи Они не верили В духовный мир А фарисеи Они верили В духовный мир В существование Ангелов И демонов Вот таких Три Главных Отличия Между фарисеями И Саддукеями И вот Никодим Он был Фарисей И когда мы читаем Библию Мы видим Что чаще всего Иисус Очень вступал В спор Обличая Фарисеев И у нас Создается картина Что фарисеи Это все Такие Плохие Лицемеры Злые люди Но здесь В этой истории Мы видим Что среди Этой категории Людей Были И Хорошие Или скажем Добрые Люди Как например Никодим Во-первых Что он Искал Иисуса Христа И встречи с ним Фарисей По имени Никодим Дальше Фарисеи Они отличались Еще тем Что они Очень Изучали Слово Божье Запоминая Его на память Некоторые Источники Говорят Что фарисеи Знали Пять книг Моисея То есть Тору Наизусть Некоторые Говорят Что они Знали Большинстве Мажорити Of the Scripture Они Запоминали Наизусть Почти Пять Книг Моисея Ну Конечно Некоторых Это не удивляет Вы уже Давно Их Запомнили Наизусть Но они Именно Вот этим Отличались Они Также Постились Два Раза В неделю И Они Жертвовали Десятину Отдавали Десятину Богу Это то Что соблюдали Фарисеи И Никодим Приходит К Иисусу Ночью Интересно Что Он Прячется От Других Фарисеев Или От членов Синедриона Он не хочет Чтобы Другие Члены Синедриона Синедрион Это было Общество Которое Состояло Из Равинов Которое Принимало В определении Говорит Что это был Как трибунал Который Судил Людей Поэтому Это было В то время Высокое звание Очень важная Должность И вот Он Никодим Был членом Синедриона И Он Разговарив С Иисусом Христом Называет Его Рави Что означает Учитель То есть Он ему Признает Иисуса Христа Учителем Дает ему Должное Уважение И при этом Он понимает Что у некоторых Других Фарисеев Или членов Синедриона У них есть Негативный Взгляд На Иисуса Христа Поэтому Он Прячется И приходит К Иисусу Ночью Чтобы Его Никто Не видел И начинает С ним Диалог И говорит Ему о том Что мы Знаем Что ты От Бога Ибо чудеса Которые ты Делаешь Невозможно Творить Если не будет С тобой Бог Заметьте Еще маленькую Деталь Что в этом Тексте Он говорит Что мы Знаем Значит Никодим Был не Единственный Из фарисеев Никодим Был не Единственный Из Синедриона Который Знал Что Иисус Христос Он От Бога Он говорит Мы Знаем Но интересно То что То что Впечатлило Впечатлило Именно Никодима И то что Впечатляет Многих людей Сегодня Это именно Чудеса Иисуса Христа Сверхъестественная Сила Власть Которая Исцеляет Которая Воскрешает Это то Зачем Люди В принципе И сегодня Гоняются И желают И это Неплохо Бог И сегодня Тот же Бог Он может Исцелять Может Делать Чудеса Но Иисус Как будто Бы полностью Отвечает Никодиму Вообще Не на Его Вопрос Иисус Христос Как будто Бы Игнорирует Все Что Сказал Никодим А Никодим Если вы Заметили Он Как бы Поднимает Авторитет Христа Говорит Ты от Бога У тебя Есть сила Власть У тебя Есть чудеса Иисус Мог бы Воспользоваться Такой Возможностью И Обратить Внимание На комплименты Никодима И сказать Никодим Спасибо тебе За признание Никодим Ты молодец Я точно Я точно От Бога Никодим Я благодарю Тебя За уважение За внимательность Ты заметил Действительно Чудеса Сверхъестественные Иисус Как будто Не слышал Не слышал Всех комплиментов Никодима И он И он Никодим Никодим Если ты Не родишься Свыше Ты Не попадешь В царствие Божье По-другому Грубо говоря Ты Пойдешь В ад Ты Не можешь Быть В царстве Божьем В раю С Богом Если ты Не родишься Свыше И здесь Начинается Развязка Никодим Был Впечатлен Чудесами Иисуса Христа А Иисус Ему Говорит Никодим Ты Ошибаешься Ты Идешь Не той Дорогой Никодим Ты Просто Мимо Ты Промазал Мимо Цели Ты Не понимаешь Самую Главную И важную Суть Интересно Что Иисус Это говорит Не просто Какому-то Грешнику Блуднице Он это говорит Учителю Израиля Который Учил Божий Закон И знал Божий Закон Но Именно Зная Посещая Храм Соблюдая Все обряды Он постился Молился Давал Десятину Иисус Ему Говорит Это все Недостаточно Это все Мимо Цели Если Ты Не Родишься Свыше Ты Не Попадешь В Царствие Божие И здесь Нам Важно Анализировать Свою Жизнь Возможно Я Хожу В Церковь Возможно Я Молюсь Я Пощусь Я Даю Десятину Но Если Я Не Рожден Свыше Библия Говорит Что Ты Не Попадешь В Царствие Божие И Здесь Мы С вами Подходим К важному Моменту Что Же Такое Рождение Свыше Чуть Позже В Библии Никодим Встречается Иоанна 19 Глава Где Описывается Что Он Потом Участвовал В погребении Иисуса Христа После Распятия Вот И все Что Мы Знаем О Никодиме Беседа С Иисусом Христом И его Участие В погребении И Теперь Мы С вами Подходим К вопросу Что Такое Рождение Свыше У меня К вам Вопрос Снова Для себя Если вы Можете Сейчас Быстро Ответить В течение 30 секунд Как Вы Можете Себе И Неверующему Человеку Такому Как Никодим Иван Александр Богдан Который Стретится С вами Объяснить Ему Что Такое Рождение Свыше Потому Что Без Этого Человек Не Может Спастись Нужно Это Знать И Уметь Объяснить Можете Ли Вы Коротко Дать Определение Что Это Такое Даю Вам 30 Секунд И Теперь Мы С вами Подходим К Определению Рождение Свыше Я Постараюсь Его Объяснить На Самом Таком Простом Языке И Для Нас Для Всех Христиан Для Всех Верующих Важно Знать И Уметь Это Объяснить Это Возрождение Или Перемена Человеческого Духа В момент Покаяния Под Воздействием Слова Божия И Духа Святого Повторю Еще раз Рождение Свыше Это Перемена Человеческой Природы Природа Меняется Возрождается Наш Дух Который У каждого Из нас Есть Это Происходит Чаще всего В момент Покаяния Принятия Христа Верой И Это Происходит Под Воздействием Действием Влиянием Слова Божия И Духа Святого А теперь Попробуем Еще Более Подробнее Это Разживать Это Когда У человека Появляется Новый ДНК Или По-английски ДНА Мы Все Рождаемся На Эту Землю Сразу Автоматически Имея Греховную Природу Природу Благодаря Вот Этой Перемене Рождению Свыше Когда Что-то Происходит С духом Человека Человек Приобретает Новую Силу Способность Не Грешить Вот Это Называется Рождение Свыше Рождение Свыше О котором Мы Сейчас С вами Говорим Это Не Есть Физическое Это Духовное Рождение Еще По-другому Это Перемена Сердца Изменение Сердца Рождение Свыше Это Начало Личных Отношений С Иисусом Христом И Как Последствие Это Изменение Целей В жизни Изменение Приоритетов В жизни Добавлю Рождение Свыше Это То же Самое Что Рождение Снова Это То же Самое Что Рождение От Духа Рождение От Бога Все Вот Эти Термины Означают Одно И то же Рождение Свыше По-английски Born Again Born From Above Born From God Рожденный От Бога Это Радикальная Перемена Внутри Человека Это Новое Начало Это Новая Жизнь Интересная Еще Деталь Что Когда Мы Читаем В Библии О Рождении Свыше Вот Это Слово Рождение В оригинальном Тексте Вот Этот Глагол Рождение Он Имеет Пассивную Форму То есть Это Не Зависит От Человека Это Означает Что Это Действие Над Человеком Произвел Кто-то Другой Возрождение Это То Что Совершает Исключительно Бог Сам Человек Не Может Родиться Свыше Возрождение Это Действие Бога Посредством Которого Источник Новой Жизни Дух Святой Вступает В особое Отношение С человеком Что Приводит Его К качественному Новому Состоянию Обновленной Жизни Освещении Души Результатом Возрождения Есть Новый Характер Новые Ценности Живые И Правильные Отношения С Богом Итак Немножко Сложно Наверное Это Мы уже Касаемся Немножко Теологии Но Для нас Важно Понять На простом Языке Я хочу Еще раз Повторить Рождение Свыше Это Когда Человек Приобретает Новую Природу Новый ДН Когда Его Дух Он Возрождается И Это Происходит Благодаря Тому Что Есть Влияние Слова Божья И Духа Святого На Человека Еще Важно Здесь Добавить Несколько Моментов Это Это Что Рождение Свыше Оно Происходит Если Разобить Этот Процесс Когда Человек Сначала Он Должен Услышать Он Слышит Слово Божье Или Евангелие Второй Этап Или шаг Человек Принимает Принимает В Библии написано Такое слово Что Когда Петр Пропоедовал То Они Изумились Слыша Слово Божье На них Это Сильно Подействовало Принимает Или по-другому Он 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 Приходит К Богу В покаянии Он Приходит К покаянии В том Что Он Услышал Он Видит Что Это Его Слово Обличает Он Это К нему Относится Он Верит Что Это Правда И Третье Он Начинает Верить Он Верит В Это Слово И Потом Если Уже Человек Родился Снова То Следующий Дальше Процесс В будущем Он Должен Расти И Развиваться Вот Почему После Рождения Свыше После Покаяния Всех Людей Называют Духовными Младенцами Они Могут Быть Физически Взрослыми Но Они Духовные Младенцы Например Два Года Посещает Церковь Возможно Духовно Два Годика В Духовном Плане Или Образе Еще Здесь Важно Понимать Что До Рождения Свыше Дух Человека Он Мертвый Что Это Имеется Ввиду Что Он Мертвый Для Отношений С Богом У Него Нет Никаких Отношений С Богом Человек Который Не Пришел Богу В Покаянии Невозрожденный У Него Нет Отношений С Богом Его Дух Мертв Значит Это Что В нем Нет Духа Нет В нем Дух Есть В каждом Человеке Есть Дух Душа И Тело Но Это Дух До Рождения Свыше Он Мертвый Когда Происходит Рождение Свыше То Дух Этот Оживает Он Возрождается И вот С этого Момента Начинаются Отношения С Богом И вот С этого Момента Человек Обретает Силу Когда Он Может Не Грешить Потому Что В нем Уже Другая Природа В нем Уже Он Перерожден Он Рожден Заново Он Снова Заметишь Что Грех Настолько Испортил Человека Настолько Уничтожил Или Испортил Человека Что Смотрите Что делает Бог Бог Не Старается Исправить Старую Греховную Гнилую Природу Лукавую Он Сделает Все С нуля From scratch Бог Заново Просто С чистого Листа Начинает С человеком Вот Почему Важен Процесс Рождения Свыше И Когда Человек Рождается Свыше Вот Здесь И Начинается Новая Страница В Его Жизни И Заметьте Настолько Этот Процесс Важен Что Сколько Мы Не Проповедовали О Духовном Росте О Переменах Уловите Эту Мысль Невозможно Расти И Меняться Если Человек Никогда Не Родился А В Случае С Никодимом Я Думаю Что Есть Люди И Сегодня Такие Как Никодим Которые Ходят В Церковь Соблюдают Обряды Религиозные Но Они Нерожденные Свыше Поэтому В Них Часто Нет Перемен И нет Духовного Роста Расти Может Только То Что Родилось Вот Почему Нам Важно Очень Важно Себе Для Себя Понять Вопрос Твоего Спасения Рожден Ли Я Свыше Или Нет И Когда Мы Говорим О Рождении Свыше Которое Связано С Верой Помните Услышал Принял Поверил И Здесь Начался Процесс Вот Почему Эта Вера Она Связана С Покаянием Очень Близко И Об Этом Проповедовал Сам Иисус Христос Марка 1 глава 15 стих Христос Говорит Приблизилось Царствие Божье И так Покайтесь И Веруйте В Евангелие Видите Два Ключевых Момента Которые Задействованы В этом Процессе Покайтесь И Веруйте Покаяние И Вера Покаяние И Вера Покайтесь И Веруйте Во что В Евангелие А что Такое Евангелие Слово Божье Евангелие Это Новый Завет А что Еще Такое Евангелие Благая Весть Заметьте Что В Библии Написано 1 Коринфянам 15 Глава 1 по 4 стих Что Такое Евангелие Напоминаю Вам Братья Напоминаю Вам Церковь Живой Поток Напоминаю Что Такое Евангелие Евангелие Это Есть Вот Что Что Христос Умер За грехи Наши По Писанию Раз Что Он Был Погребен Два И Что Он Воскрес В третий День По Писанию Три Вот Евангелие Три Ступени Да Евангелие Это Благая Весть Да Евангелие Это Слово Божье Новый Завет Но Еще Евангелие Нужно Всем Нам Знать Три Ступени Когда Мы Проповедуем Другим Людям Евангелие Когда Мы Проповедуем Людям На Улице Мы Должны Вот Эти Три Момента Ключевых Фундаментальных Человек Должен В это Поверить Вот Без Этого Не Происходит Рождение Свыше Повторяем Еще раз Три Ступени Это То Что Иисус Христос Умер За Грехи Мои Иисус Христос Не Просто Умер Он Умер За Грехи Твои Умер За Грехи Твои Заплатил Цену Взял Наказание Второе Он Был Погребен И Третье Он В третий День Воскрес Если Выпадает Какая Это Деталь Из Этой Цепи Это Уже Не Евангелие Есть Люди Которые Не Верят В Воскресение Есть Люди Которые Не Верят В То Что Христос Полностью Умер Есть Люди Которые Не Верят Еще Что Но Вот Покайтесь И что И веруйте В Евангелие А мы уже знаем Что такое Евангелие Вот почему Это важно Понимать Вот этот процесс Именно рождение Свыше И вот эта Вера Веруйте Она связана С покаянием Как мы читали Христос сказал Сначала Покайтесь А потом Веруйте В Евангелие Вот мы с вами Снова Разбираем Эту же Тему Рождение Свыше Которое происходит В момент Покаяния И веры Принятия Иисуса Христа И дальше Мы с вами Подходим К еще Одному Ключевому Моменту Библия Говорит О том Что Христос Сказал Что рождение Свыше Это Должно Родиться От воды И от Духа Итак Что такое Рождение От воды Мы с вами Читали Кто не Родиться От воды И Духа Не Увидит Царствие Божие Итак Что такое Родиться От воды Вы знаете Что есть Несколько Версий Которые Вы можете Встретить И мы С вами Посмотрим Чтобы мы Знали Все Потом Посмотрим Какая же Правильная Библейская Есть версия Что рождение От воды Это имеется Ввиду Рождение Физическое Когда У женщины По-английски When your water breaks Не знаю Как это по-русски Когда вот Воды Отходят Да И вот Есть версия Которая Говорит Что Именно Вот это Имелось Ввиду Что Нужно Сначала Родиться Физически А потом Возможно Рождение Духовное Первая Версия Вторая Версия Что рождение От воды Имеется Ввиду Водное Крещение Когда Мы Принимаем Водное Крещение Вот Именно В этот Момент Потому Что Это Связано С водой Когда Нас Погружают Воду И Происходит Вот Этот Сверхъестественный Процесс Рождения Свыше И Третий Вариант Это То Что Рождение От Воды Означает Слово Божие Или Рождение От Слова Божия Именно Вот Этот И Есть Правильный И Библейский Вариант Который Имеет Много Подтверждений В Писании Которые Мы Сейчас С вами Вместе Прочитаем Итак Рождение От Воды Это Не Просто Какое-то Мистическое Такое Там Явление Во Время Водного Крещения Нет Это Что-то Намного Глубже Это Рождение От Слова Божия О Которые Обязательно Участвуют В процессе Рождения Свыше Итак Рождение От Воды Читаем С вами Титул Третья Глава С 5 По 6 Стих Написано Он Спас Нас Не По Делам Праведности А По Своей Милости Банью Возрождения Банью Возрождения В других Переводах Написано Через Возрождающее Омовение Или по-другому Очищение Что же Нас Очищает Или что Нас Омывает О какой Банью Водной Идет Речь Читаем С вами Следующее Местописание Которое Дает Ответ На Это Ефесянам 5 Глава 26 Стиха Там Написано Так Чтобы Осветить Ее Речь Идет О Церкви Осветить Ее Банью Водную И Кстати Слово Банью Водную И Предыдущее Местописание Которое Мы Прочитали Имеет Одно И То Значение И Здесь Написано Посредством Слова В Другом Переводе Написано Очистить Ее Водным Омовением Через Слова В Английском Написано Washed By The Cleansing Of God's Word Помните Мы С вами Читали Нужно Родиться От Воды И Духа Мы С вами Пытаемся Изучить Что Такое Родиться От Воды И Здесь Библия Показывает Это Родиться От Слова Божия Также Здесь Описывается Что Именно Это Слово Божие Оно Нас И Очищает Об Этому Очень Ясно Пишется В Английском Языке Оно Нас Очищает Наш Греховного Старого Человека И Оно Нас Рождает Внутри Рождается Что-то Новое Начало Это Сверхъестественный Процесс Который Невидимый Который Происходит Внутри Человека Дальше Подтверждение Этой Истины Написано Иакова 1 глава 18 стих Написано О том Что Бог Он Восхотев Родил Он Видите Бог С большой Буквы Он Бог Родил Нас Как Словом Истины Снова Повторяется Эта же Мысль Он Родил Нас Словом Божьим Или Словом Истины По-английски He Choose to Give us Birth Through the Word Through the Word of God Or Word of Truth Также Еще Можно сравнить Это с тем Что Слово Божье Сравнивается С Семенем Помните Притчо Сеятели Слово Божье Оно Сеется Слово Божье Символ Семени Которым Фермер Сеет Поле И здесь Написано О семени 1 Петра 1 глава 23 стих Написано Как Возрожденные Не от Нетленного Семени Но Простите Не от Тленного Но от Нетленного И дальше От Слова Божьего Живого И пребывающего Вовек Снова Заметьте Идет Речь О рождении Идет Речь О семени Который Преобразным Символом Является Слово Божье Которое Сеется Когда Это Слово Проповедуется Вот это И есть Этот Процесс Сеяния Когда Вы Это Слово Слышите Дома По Интернету Через Подкаст На Ютубе Или В церкви Вот это И сеется Вот это Слово И когда Вы Это Слово Божье Принимаете В ваше Сердце Вашу Сердечную Почву Вот там И получается Вот это Соединение И Новое Зачатие Или рождение Человека Благодаря Слову Божию И дальше Мы с вами Подходим Ко второму Половине Этого Процесса Рождение От воды Мы уже Поняли Это Влияние Слова Божия И второе Это Рождение От духа Что же Это такое Рождение От духа Рождение От духа Это Рождение От духа Святого Человек Рождается Под воздействием Слова Божия И духа Святого Два Ключевых Момента Без которых Невозможно Рождение Свыше Слово Божье И действие Духа Святого Вот почему нам очень важно. Работа Духа Святого сегодня чрезвычайно важна. Ибо только благодаря Духу Святому ты можешь жить по-другому. Ты можешь, имеешь право на рождение свыше. Итак, о Духе Святом написано, что Он, мы читали с вами, дышит, где хочет. Значит, Дух Святой, по-гречески это слово пнума, переводится как ветер или как дыхание. Вот это вот такое буквальное значение. И вот этот опыт рождения свыше в Библии описывается с ветром. Дух дышит или в других переводах ветер дует, где хочет. И здесь нам важно понять вот эту деталь, что сам процесс рождения свыше для нас не видим. Мы не видим его физическими глазами, как мы часто не видим ветер. Ветер не видим. Но зато мы можем видеть последствия или результат ветра, который повалил деревья, который создал еще какие-то ситуации, которые мы знаем, что это было последствия ветра. Вот точно так же бывает и при рождении свыше. Невидимый внутренний процесс. Об этом написано Иоанна 3,8. Дух дышит, где хочешь, где хочет. Голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Интересно, что Бог возрождает нас через, посредством воды и духа. Это вот есть вот эти два составляющие элемента, которые обязательны в процессе рождения свыше. Титул 3, 5 по 6 стих. Титул 3 глава написано. Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, банию возрождения и обновления. И дальше, внимание, святым духом. Обновление святым духом. Снова идет процесс возрождения. Снова пишется об рождении. В английской Библии так и написано. На рождении, birth, по-другому, regeneration. И дальше обязательно процесс Духа Святого. И здесь важно подчеркнуть, что Бог не рождает нашу плоть. Бог не рождает нашу душу. Он возрождает именно наш дух. Именно дух. Бог возрождает наш дух посредством Своего Слова и Духа Святого. Именно дух человека становится живым. Значит ли это, что до этого он был мертвым? Он был живым, но он был мертвым для общения и отношений с Богом. Но в момент рождения Бог в этот момент становится, именно дух человека становится живым перед Богом в момент рождения свыше. Вот почему Бог называется в Писании Отцом Духов. Не знаю, ли вы когда-либо обращали на это внимание или нет. Но я прочитаю вам Евреям 12.9. Евреям 12.9. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Бог, который возрождает дух, вот почему он и назван Отцом Духов во множественном числе. Потому что каждый человек, рожденный свыше, он имеет в себе вот эту новую жизнь, возрожденный дух. Вопрос, получаем ли мы два духа? У нас уже был один свой и еще один к нам добавился. Нет. У нас был и остается один дух. Дух, который Бог вначале нам дал, когда человек рождается. У нас есть дух, душа и тело. И у нас при рождении свыше остается тот же дух. Только что, как я сказал, до этого он был мертвый. Духовно человек мертвый до покаяния, до рождения свыше. Нет никаких отношений с Богом. Вот почему он грешит. И не может иначе. Но когда он возрождается свыше, он может жить по-другому. И вот почему Дух Святой, который является Богом, вездесущий, он также обитает и внутри нас. Вот это и называется процесс рождения свыше. Иоанна 3,6 написано, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Он делает нас способными восстановить отношения с Богом, которые были разрушены грехом. И Бог в этот момент, который он рождает, он становится нашим небесным Отцом. Вот этот такой процесс немножко сложный. Возможно, некоторые даже потерялись в этом всем процессе объяснения этой теологии. Вы знаете, что об этом пишет Библия? Что это действительно трудно понимать и трудно объяснить. И Библия даже об этом говорит. 1 Коринфянам 2,14 стих. Написано, что душевный человек не принимает или не понимает того, что от Духа Божия. Здесь сразу хочется сказать, нет, я не душевный, я духовный. Я все понимаю, я все понял, я все понял. Правда? Интересное такое написано дальше. Потому что он почитает это безумием. Не может разуметь или понимать, потому что о всем надо бы насудить духовно. В другом переводе написано недуховный человек. В английском переводе написано natural man. То есть вот естественный такой натуральный человек. Ему трудно это даже понять, вместить и поверить. Но духовный человек, написанного в Библии, он это понимает и принимает. И последнее место Писания, Римлянам 8 глава, с 9 стиха написан очень важный стих. Написано, но вы не по плоти живете, а по Духу. И дальше условие. Если только Дух Божий живет в вас. Здесь внимание. Библия призывает всех верующих людей, кто покаялся, кто следует за Иисусом Христом, кто называет себя верующим, кто верит, что он уже рожден свыше. Библия говорит, вы не живете по плоти. То есть вы не являетесь рабами греха. Вы имеете силу и вас не грешить. Вы живете по Духу. Как это по Духу? Это значит, что Дух Божий, который внутри нас возрожден, и вот этот новый Дух, новая природа, она может не грешить. Она имеет другие ценности, другие приоритеты в жизни. И она живет по Духу, не по плоти. Но здесь условие. Условие, которое важно, если, видите, написано, если только Дух Божий живет в вас, а когда Дух Божий может начать жить в вас, только при условии одном, рождение свыше. Как сказал Христос Никодим, ты не можешь увидеть Царствие Божие. Ты можешь ходить в церковь, ты можешь соблюдать обряды, ты можешь называть верующим, ты можешь быть хорошо воспитанным, но если ты не рожден свыше, ты не будешь жить вечно с Богом. Вот настолько это важно. И вот чтобы Дух Божий жил в вас, вот это и есть процесс рождения свыше. С того момента, когда мы рождены свыше, Дух Божий живет в вас. И дальше, смотрите, концовка, финал. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Вау! Так подожди, так я принадлежу Богу или нет? Вот в этом и вопрос. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И здесь важно понимать, что здесь смысл, вот этот контекст этого местописания, идет речь именно о рождении свыше. Именно об этом идет речь. О рождении свыше, ни о чем другом. Кто Духа Божия не имеет, он не может жить по Духу. Он просто не может. У него другая природа. А кто имеет, тот может жить. Итак, друзья, мы с вами заканчиваем эту проповедь. Задаемся тем же вопросом, который мы будем задаваться еще несколько раз на протяжении следующих проповедей, потому что сегодня мы с вами рассмотрели только часть первую. Рожден ли я свыше? Желаешь ли ты сегодня быть рожденным свыше человеком? Дерек Принц, он пишет в своей книге, когда-то он беседовал с одной женщиной и рассказал и ей об этом важном, ключевом моменте рождения свыше. И спросил, хочешь ли ты родиться свыше? И она сказала, да. Что мне нужно сделать для того, чтобы родиться свыше? Он ей сказал, веруй в Евангелие. А что такое веруй в Евангелие? Помните, как Христос сказал, покайся и веруй в Евангелие? Сегодня ты можешь это сделать. Покайся сегодня. И веруй в Евангелие, веруй в то, что Иисус Христос умер за твои грехи, простил, заплатил цену за твои грехи. Он был распят, мертв, погребен, и он воскрес. И вдруг эта женщина начала плакать. Она начала как-то неудобно себя чувствовать, как-то капошиться, вытирать слезы. И говорит Дереку Принцу, я не понимаю, что со мной происходит. И он ей сказал, the wind is blowing. Ветер подул. Дух дышит, где хочет. Вот это дыхание ветра. Дыхание Духа Святого. Ничего не видимо. Просто в комнате сидели, разговаривали. Он ей рассказал об этом моменте рождения свыше, без которого невозможно попасть в Царствие Божье. И она начала плакать. Это значит, что она приняла Слово Божье. Она лично, сама поверила, искренно, умышленно. И вот здесь вот влияние ветра Духа Святого. The wind is blowing. Дух дышит. И она начала плакать. Вы знаете, когда дети рождаются, они часто плачут. Когда Бог людей касается сильно, часто люди плачут. Вот почему сегодня важно тебе понять, рожден ли я свыше человек или нет. Без этого ты не сможешь увидеть и царствие Божье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова